И вот не все, конечно, так просто уходят из жизни. У некоторых имеются различные виды заболеваний. То есть, ну, допустим, инсульты. Вовремя не успели и все. То есть человек уже и говорить ничего не умеет, просто находится в сложном состоянии. Онкология тоже. То есть давайте все-таки определимся. Была бы эта сторона счастливых стариков и ребят, было бы, наверное, немножко все по-другому. Но сегодня и сейчас мы в другой экономической ситуации находимся. И, к сожалению, иногда такое случается, что вам, допустим, необходимо съездить куда-то. Иногда других вариантов не получается, потому что нормальный отдых для меня лично только за рубеж. Дай бог, что с моими родителями все в порядке. Дай бог. Дай бог, что так оно и случилось. Я сейчас помолюсь за них, чтобы у них было все хорошо. Но если такое не случилось и необходимо куда-то их отправить, я предлагаю все-таки приехать сюда, в медицинский центр ИКОН. Вы отправите своих старших. И за ними будет очень хороший и качественный уход. Кроме всего прочего, здесь отличное питание. И здесь есть услуги специалистов. То есть вы должны понять, куда вы отца или маму свою отправите. То есть здесь за ними будут хорошо смотреть и следить. И через некоторое время вы их обратно домой заберете. Понимаете, о чем я говорю? То есть все-таки это не то место, где бы мы отдали своего человека просто так. Здесь за ним следят. Здесь они получают качественный результат. Здесь они отдыхают. Это не проблема. Проблема лишь в том, что мы должны понять, что в городе Магнитогорске появился тот самый замечательный центр, где есть все услуги специалистов. Это специалист и этот центр, медицинский центр ИКОН. И это очень хорошо, если все заканчивается быстро. Но вот вопрос. Мы бы могли жить качественно, по-другому, если бы у нас был пункт А. Нормальная зарплата, были бы нормальные пенсии и без всех ваших приукрас. Но этого нет в природе. То, что раньше было проще. Мама или папа доводил сына до пенсии, получал правила, за ним уже ухаживали. Да, мы были другими. Не часто вместе с семьей мотались за рубеж. А сейчас-то хочется. А что делать с мамой или папой? Где их поселить? Чтобы удовольствие было у них. Извините, после 70 лет не каждый может приготовить себе еду. Да и помыться тоже. Но они нам дали жизнь. Значит, сами могут жить. Дадим им это. Дадим. В таких условиях. Чтобы все было в евро. В смысле, в евроремонте. А вы этого не видели? А вы это не увидите. Хотя суть-то меняется. Итак, медицинский центр Рекорн. Со всеми необходимыми для качественной жизни процедурами. Все есть в действительности. И самое главное, на момент отъезда вы можете сюда отправить родителей. Для тех, кто не сможет подняться, есть специализированный подъемник. Легко и правильно он перевезет коляску. Отличное питание. Да и постойте. Вот так здесь живут наши пенсионеры. Нравится. Удобно? Удобно, хорошо. Везде чисто. Хорошо кормят головной. Кушать вкусно дает, да? А? Кушать хорошо дает, да? Да, да, да. Отлично, красиво и достойно. То есть даже если человек не может посидеть в компании, посмотреть телевизор или развлечься. Ну, такие случаи бывают. За ним здесь будет полный уход с завтраком, обедом, полдником и ужином. И в том месте, где он лежит. Конечно, его помоют и приберут. Принесут сюда капельницу и придут специалисты. Ну, где такое возможно у нас? Да нигде. Дома тоже. Здесь работают для наших родителей. И вы можете малость отдохнуть, либо в командировке, либо смотаться за рубеж. Вот скажите мне, пожалуйста, где бы вы в субботу бы капельницу себе проставили? В центре. Вот только в этом центре, в медицинском центре Викон, да? Да. А чем здесь хорошо? То есть здесь кормят так же, да? Хорошо ухаживает, хорошо внимательно слушает нас и кормит. С уважением относятся они. То есть можно сказать, что, в принципе, если папа, ну, в смысле, если сыновья куда-то уехали, можно сюда прийти и получить качественное обслуживание. Да, у меня зрения нету. Я лекарства сама принимать не могу. Они здесь ухаживают, сами дают лекарство, уколы и капельницу ставят. Спасибо. И они ухаживают хорошо. У меня нет ухаживать людей. Я вынужден, не вынужден, а желательно вот здесь. И все чисто, тепло, аккуратно, внимательнее доктора. К слову, цены здесь для всех. И для тех, кто уже не в состоянии двигаться. Бывает такое, к сожалению. Господь Бог един. И может такое случиться, что на пенсии вы остались в одиночестве. Но сумма небольшая и одиночество будет скрашено. Человек увидит жизнь и, будем надеяться, проживет дольше. Потому что за ним смотрят. Он грамотно питается, получает лечение и общается естественно. Вот к чему нам надо стремиться. Мест таких, по сути, нет в каждом городе. Но в Магнитогорске такое место есть. Это медицинский центр Рекон. И вот вам его телефоны. К сожалению, да. Рано или поздно наш заведенный цикл прекращает свою деятельность. Не всегда и не так быстро человек просто уходит. То есть, ну, инфаркт и все на тот свет. Не всегда. Я видел другие вещи. Конечно, вы должны понять, что когда Господь Бог нам сказал, как вы будете жить, Он так и предупредил. То есть, не все будет хорошо, качественно и клево. Так, кривизны там не было, по сути, события. Это я сейчас внедряю этот сленг. Но вы же должны понять, да? То есть, есть молодость, есть юность, есть детство. Тогда все вполне нормально. Потом уже начинается другая жизнь, которая потом вот так и заканчивается. И мы должны понять, что в этих местах, вот мы говорим про медицинский центр Рекон, ваш человек получит лучшее образование, лучшее обслуживание и вообще. То есть, если мы его сюда отдаем, то есть, суть событий не такая уже большая. То есть, цена вопроса всего 1000 рублей в день. Это с питанием. То есть, давайте зададим вопрос, где вы бы смогли своего отца, бабушку, маму или вообще остальных людей спокойненько так же отдать их в лучшие руки. Я считаю, что только здесь. И даже если вы потом приедете, все равно они вам скажут огромное спасибо, потому что они понимают суть вопроса. Вы их отдаете сюда, они здесь получают лечение, а уже потом, а уже потом вы просто с ними дома находитесь. Хорошая тема, весьма интересная.